Подготовка к работе мобильной приемной губернатора – первый вопрос расширенной планерки. Информация об этом мероприятии была заблаговременно размещена в средствах массовой информации и в сельских администрациях. Пакет вопросов сформирован. Об этом участникам совещания сообщила начальник отдела делопроизводства. Мы собрали предварительные вопросы, которые возникают на территориях поселений. В этом приеме будут принимать участие все поселения городское и все 12 сельских поселений. Глава района запланировал рабочие поездки в сельские поселения. Составлен график до середины лета. В городе же встречи с активами пройдут в каждом микрорайоне. Основная цель, как и сказал глава, это встретиться с населением и познакомиться, узнать основные проблемы, причины, вопросы, естественно, решения и пути их решения данных проблем. Все это будет запротоколировано, соответственно, будет обратная связь, возможно, мы продумаем вторичный приезд, чтобы посмотреть, как мы отработали ваши подчиненные. Планируется, что контроль за выполнением поручений будет осуществлять специальный отдел. Глава района обратится к депутатам с этой просьбой, а сейчас он ждет конкретики от своих заместителей. Я должен услышать у вас суть, при необходимости моего видения подкорректировать, скорректировать сроки, закрепить ответственных. И тот отдел, который будет на этой неделе создан, я надеюсь, Совет депутатов поддержит мою инициативу, будет следить за выполнением всех наших договоренностей, поручений губернатора и моих поручений. А вот следующие два вопроса касались экономики и финансов. Галина Цымбал озвучила задачи, которые ставит Министерство экономического развития перед муниципалитетами. Оцениваться результаты будут по-новому. Хочу сказать следующее, что Министерством экономики Краснодарского края принято решение отменить рейтинговую таблицу подведения итогов по темпам роста основных экономических показателей. Однако они делают сейчас ранжирование показателей по каждому экономическому показателю относительно среднекраевого уровня. И вот на коллегии сегодня впервые Министерством экономики принято решение делать рейтинговую таблицу по семи территориально-экономическим зонам, которые определены стратегией Краснодарского края Кубань-2030. Лобинский район относится к пригорной экономической зоне, куда входят пять районов. Это Лобинский, Мостовский, Белореченский, Отрадненский и Обширонский. В нашей зоне лучшие результаты показал Обширонский район. К сожалению, Лобинский район находится на последнем пятом месте из-за снижения отгрузки промышленной продукции, строительных работ, сокращения прибыли и роста убытков предприятий наших. Поэтому сегодня задача такая – провести мониторинг со всеми отраслевыми заместителями, начальниками управления, разобраться в причинах снижения и вместе постараться улучшить свои показатели, так как от этого зависит наполняемость доходной части бюджета. Министерство финансов тоже провело анализ районных бюджетов. Губернатор и министр ставят задачу в 2018 году обеспечить темп роста по доходам не менее 105%, с акцентом на то, что бюджетные назначения должны быть реальными и максимально напряженными. Екатерина Спириденкова сказала еще об одном направлении – снижении долговой нагрузки. Эту же задачу ставил и глава Лобинского района. И уже есть положительный результат. На сегодня Лобинскому району согласовано получение бюджетного кредита в целях замещения коммерческого кредита в общей сумме 69 миллионов рублей. И я прошу Вашего разрешения, Игоря Леевича, согласование с Ренатом Равильевичем, как председателя совета, на ближайшая сессия, которая у нас будет 29 числа, уже внести эти изменения в действующие решения, для того, чтобы в апреле месяце мы могли с расчетами, с письмами обратиться в Министерство финансов. На этом совещании также обсудили вопросы общественной безопасности.